но я была тема как здесь написано, но кратко я расскажу, что стоит каталоги, на каждом обычном структуре. Вообще, что тут птича каталогов магазина и как строить стать и может быть власть в серже. А, ну и еще что такое власть в серже и все в целом. Для начала выясняю, каталог это вещь, которая должна поддерживать обязательно разбивку на категории фильтры, вегинацию, корни. То есть, ну, каталог, который содержит какие-то определенные объекты. Почему здесь используют двух слов каталог, а не трэфмагазин? Все очень просто. Трэфмагазин — это тот же самый каталог, только в нем существует такая возможность, как мы собираем какие-то данные о товарах и их потом перевернем до администрации. Ну, то есть, как бы, это маленький пункт, который подключается к каталогу и на него не стоит выставлять внимания в этой ситуации. То есть, у нас одна проблема — это хранение всех данных для каталогов. Вообще всего, как я знаю, обычно используют два разных варианта базы данных, которые хранятся у нас в наших каталогах. Первый, наиболее простой — это когда у нас просто группа датных, то есть у нас есть одна таблица, в которой, ну, только имя и какие-то определенные параметры. Вот. То есть, такая, в принципе, структура неудобна в плане того, что ее неудобно расширять. То есть, если нам понадобится добавить новый параметр, то мы изменяем таблицу. То есть, такая структура удобна только в том случае, если у нас ранее известно, какие у нас будут параметры, в том числе, какого типа, то есть ничего мы с ними здесь не можем. Есть еще вторая структура хранения данных — это так называемая гибка. То есть, если, грубо говоря, у нас обычно используются для этой ситуации четыре таблица. Таблица номер один — это таблица товарами. То есть, не грубо говоря, у нас есть ID товара, его имя, ну, и доступен, и недоступен, и еще какие-нибудь опции, которые, ну, обязательны для товара, то есть, не обязательно носить параметры. Вот. А также у нас есть таблика связи. Она строится под комплектом, то есть у нас есть ID товара, ID имени параметра и ID значения. То есть, мы строим такую связь, то что, в каком товаре мы можем привязать определенный параметр, его имя мы храним в отделе таблицы. То есть, единое параметры — тип параметра, то есть параметры используют для того, чтобы строить разного плана сортировки. То есть, если у нас там дата, как раз в том направлении сортировка относительно даты, числа, сортировка относительно чисел. Вот. И значение параметра — это тоже ID имени параметра, и само значение параметра. ID имени параметра используется для того, чтобы мы могли строить, получать выборку всех нужных значений определенного параметра. Это ускоряет, чем... Таким образом делать эту выборку проще, чем обращаться к таблице связи, чтобы установить себе нужные параметры. Мы знаем, как ID имени параметра, для таблицы можно выполнить себе значения для определенного параметра. В этой структуре есть одна проблема в случае, когда нам нужно, например, чтобы у нас было в нашей базе, например, 5 миллионов объектов. То есть, как бы, понятное дело, тут наша таблица связи просто расставится до грамматных размеров, для недельного параметра. Вот, до грамматных размеров она расставится, и тем самым, то есть, например, у каждого товара 10 параметров, то есть, представляем, 5 миллионов товаров, у каждого по 10 параметров, то есть, она расставит вообще до грамматных размеров. Вот, и у нас, как раз, поступил вот такой заказ, и мы потом решили обратиться с такой технологией, как NoteQL. И, получается, у нее структура данных немного отличается от всех, оно все хранится в виде каких-то объектов у себя там внутри, но нам оно отличается в виде JSON структуры, которая очень легко партится в нашем PHP, то есть, вообще без проблем. Тоже, как бы, у нас у товара есть ID, есть база, к которой он принадлежит, и, собственно говоря, вот блок, в котором у нас приняты те данные. То есть, удовольствие в том, что этот Relative Search, он автоматически блок, блок данные, по-разному, так называемому, он его расширяет там, как угодно. То есть, ему вообще не принципиально, то есть, там, у нас задано заранее, параметр задано или нет. Он просто берет и создает нужный параметр. Если мы подаем ему число, он его определяет в число. Если подаем дату в определенном формате, который используется чаще всего, ну, там, в зависимости от, как это называется, массовой локализации, то есть, ну, как бы, если сервером России, то он российский формат данных, американский, американский формат данных. Он его, ой, формат данных, он его сразу же создает в датах. Вот. И тем самым мы тоже можем использовать какие угодно физики. Вообще всего, наиболее частый тип данных, который, ну, поддержанный тип данных, это integer, число, ну, там еще и слон, то есть, длинные числа, строка, дата и более тип, это трубков. Но еще одна главная особенность здесь у него такой тип данных, как массив. Чем он удобен в этой ситуации? Ну, когда, например, у нас представим, что у нас каталог товаров, и какой-то параметр у нас указывает на нашу принадлежность каталогу. Мы в этот массив просто помещаем несколько IT-каталогов, и после того, как делаем выборку нужным IT-каталогом, он автоматически подтягивает из массива, то есть, не надо, не нужно указать указатель массива, то есть, он просто поэтому для него в организме массиве подтягивает нам нужные товары. То есть, не нужно там заморачиваться то, что, как это бывает, мы строим еще дополнительную таблицу связи, которая нам каким-то еще каталогам принадлежит. Просто мы взяли то, что у нас из параметра каталог, такой IT-шник, все товары с этим однищиком он будет. Дальше. Еще одна из основных проблем, когда мы разрабатываем, нам понадобятся фильтры. То есть, все цели знают, что фильтры по-любому нужны в этом каталоге. С фильтрами тоже, в принципе, в этой системе нет проблем. Есть определенный запрос, который называется… Забыл. Короче, не важно. Есть запрос, который он формирует, что нам нужно вытянуть все параметры, их количество, и тут он как-то сам оттягивает все количество этих значений, которые отвечают. И тем самым у нас ответ такого плана. Террес запроса. То есть, он вытягивает все параметры, которые… ну, имя параметры в руку, и вот все значения, и количество, сколько они встречаются. То есть, чтобы подкроить фильтр, в котором указано количество встречающихся параметров, это вообще не проблема. Но он сразу же все выдох, по-моему, надо. Вот. А в конце этого можно скроить и фильтры. Вот. В данный момент, который я рассказывал, сайт, который мы начали разрабатывать, он еще находится в стадии наполнения. В данный момент на нем существует 177 тысяч товаров. Всего он находится в двух тысячах групп. Общее число параметров разных, которые встречаются. То есть, это не значения, а просто параметры, которые встречаются на товарах. Это три тысячи. И параметры могут приниматься 73 тысячи значений. То есть, взять там объемы какие, если бы там все хранили в МСПЛ. Так он все хранит в вашей структуре в отдельном товаре. А теперь о том, как мы это все завязываем на воды. Для самого каталога, то есть, что называется, то есть группы, в которых могут входить товар, мы строили на основании IT-ресурсов. То есть, на основании наших простых ресурсов. То есть, вот наше обычное древо. Какое мы все видите, не этим рады. То есть, вот у нас есть какой-то каталог. У него там родители, ну, дети разные. То есть, на основе этих вот это вот все, это у нас как бы группа наша. А товары мы решили завязать на такую вещь, как атрибут ссылки. То есть, потом. Здесь у нас, как бы, взятую практику, еще не надо не ставить атрибут ссылки по назначению. Мы решили, потому что на этом сайте тоже не будет ставить по назначению. Поэтому мы в него просто храним ID-шник нашей группы. Ну, ID-шник у нас стоит из такого плана. Откуда это берутся издания, я не знаю, кто будет. Честно, наша вся эта база берет. Где они берут эти названия групп и все это остальное. То есть, люди как бы не знают. У меня есть ID-шник. Я и к кому-нибудь требуйте ссылку. И, тем самым, формируем запрос. Конечно, запросы, если честно, мы были доброматными в этой ситуации. То есть, как бы, основное дело запрос – это вот это вот все. Ну, тут у нас как бы особенность такая, то, что мы выбираем только определенные значения, которые нам нужны. Так, вот этот бот – это у нас как бы определяет то, что мы выбираем полностью все товары, которые принадлежат. Вот, поэтому определен. Здесь у нас одна фильтрация, то есть, она числа выше, то есть, я ее просто тоже не вносил. Вот, такой запрос, он возвращается в команды. То есть, наверное, не видно. То есть, вообще, просто запрос вырмируется в одну строку. Чтобы выполнить, мы как бы должны вернуть значение, которое выполняется сервером. Это сделает, простым образом, оборачиваются в эти кавычки, которые на BookVideo. То есть, я не знаю, как они называются правильно. То есть, они на BookVideo эти кавычки. Он возвращает просто наш весь JSON запрос. Мы его разбираем в этой команде JSON-de-code. И тем самым получается у нас массив, который содержит все нужные нам товары. Мы уже потом дальше с ним как угодно работаем. То есть, обрабатываем в чанки, загоняем еще что-нибудь. Ну, то есть, все довольно просто. Вот. Также еще есть, сейчас уже. То есть, мы уже начинаем разобраться, еще не было. Сейчас появилась библиотека для PHP. Там еще все проще. Там мы просто к объекту обращаемся. Объект нам все нужные данные возвращает. Я еще, честно говоря, справился к библиотеке. Но вроде бы люди знают, что говорят, что там все довольно просто. Вот. Собственно говоря, то, что это, вот это все то, что здесь я описал, оно может использоваться не только в MDX, оно может использоваться с любой системой. Но LastX нужен большой объем оперативной памяти. То есть, про всякие шарик-костинги приходится нам сразу же забывать. У нас или виртуальный сервер, или вытемный сервер. Потому что все данные хранятся в оперативной памяти. За счет этого получение данных у нас тоже ускоряется. Потому что нам не нужно обращаться, то есть, минуя. То есть, у нас, как обычно, идет запрос в оперативную память. Идет запрос к серверу, сервер возвращает оперативную память. И оперативную память задает на нашему PHP. Тем самым, как бы, при работе с MoSQL у нас время запроса увеличивается. При работе с Elastic, самому обращается напрямую в оперативную память. И у нас все без проблем, там они быстро возвращаются в данные. У нас была тестовая база 5 миллионов. А там получается... По-моему, был такой вот с фильтрами. Он примерно за одну-сотую секунду справлялся, возвращал нужные нам параметры. То есть, не напрягался сервер. Я это делал вообще на домашнем группе, который там 5-летний дабы. То есть, он без проблем возвращается. Тут на сервере мы даже не тестируем. Потому что, ну, как бы... Понятное дело, что еще быстрее. Вот, в принципе, и все. То есть, если вдруг кто-то заинтересовался сайт Elasticsearch.org, на нем, в принципе, там документаций очень много. Люди, которые разрабатывали в рамках, подошли. Там описан и выбор посетов, которые возвращают фильтры. Выбор, как загонять базу, как получать их базу. То есть, там, в принципе, абсолютно все есть. Документация хорошая. И еще я даду показать, есть одна группа в Google. То есть, она работает по принципу формы. Там сидят разработчики, и они отвечают на вопросы тоже моментально. Все, которые у меня вопросы возникали, это отвечали без проблем. В принципе, находится просто Elasticsearch. The Peace Room. И там, как бы, находится эта группа, да, в Google. И, получается, там можно без проблем создать новые темы, и разработчики отвечают на вопросы. Если есть какие-то вопросы ко мне, то приятный, то приятный обществе, то есть, приятный принцип, можно включить не будет. Вообще, чем угодно. То есть, мы выполняем запрос, мы, короче, надеемся, как называть, кавычками, как-то делаем выполнение запроса командной строки. Вот. То есть, эта командная строка нам возвращает ответ. Ну, то есть, обычно командная строка в минусе. Если сталкивались, то он не знает, что надо будет. Ага. 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 А как редактируют данные больше товарищей? Ну, данные вообще никак не редактируют. Ну, в принципе, то есть... Ну, в принципе, как вы будете реализовывать, скажем, редакцию товаров? Ну, вообще, ожидается редактирование у нас примерно такое же, как у мини-шопа. То есть, будет просто в админке список товаров, которые можно пообразить фильтром, чтобы они быстрее выдавались. Вот. Возможно, мы даже сделаем так, чтобы у нас... То есть, мы выбираем ресурс, и к этому ресурс вводит список товаров в админке. Возможно, мы такое сделаем. То есть, мы еще это не продумывали. А само редактирование — это обычный апдейт-запрос. У меня здесь всего примера нет. То есть, принцип такой то, что сервер, имя базы данных, потом указано, что у нас апдейт. Там, подчеркивание апдейт, как я помню, напишется. И ID этого товара. И получается, что на что меняет. То есть, какой параметр именно, какое значение. То есть, в принципе, если вы писали голые списки, запросы, то после этого Elastic там. Конечно, немножко сложнее запросы, но, в принципе, их выучить можно и без проблем редактировать. Ну, как бы у нас сейчас еще где-то ничего не организовано. Не знаю, мы если и будем что-нибудь выкладывать в общий доступ для с менеджером, с редактированием, то следующее мы будем делать за деньги. Потому что все-таки объем данных, это планируется по сайту с большим объемом данных. А как раз у нас большие объемы данных, то и деньги на разработку, соответственно, тоже есть большие. Я немножко Сашу, наверное, дополню. На самом деле, Elastic имеет смысл, что продает на высоконагруженных проектах. И, как правило, делать там управление товарами через админку не всегда имеет смысл. Потому что такие компании, как правило, у них есть свои CRM-системы, либо какие-то 1С, где они все этими товарами управляют. И там очень много позиций. И, как правило, оттуда идет выгрузка всей этой информации. И, соответственно, вот как сейчас эта работа, в любом случае, эти компании будут просить, чтобы можно было сделать выгрузку и загружать ее на сайт. То есть, никто через админку, скорее всего, проект не будет. Дело в том, что у вас копейки идут, чтобы никто не имеет из заказчика. Вообще, скажем так, нам наступил ВК, нам сказали, что нужно сделать. Мы им сказали, что с нуля будет стоить столько, можно переключить кому-то, что будет стоить столько. А я видел, что мы говорили кому-то все подешевле. Да, тут стоит понимать, что, ну, хорошо, там, этот поиск, один каталог, это один раздел на сайте. Но сайт может содержать в себе кучу другой информации, блоги, какие-то корпоративные страницы, личные кабинеты, и кучу всего для комичных клиентов. Поэтому, то, что умеет модеть сейчас, почему бы его не использовать. А Elastic Research помогает ускорить работу именно с каталогом. В этом его плюс. Еще вопрос? Нет, такой вопрос. Сразу же, получается, MySQL для любого тоже используется. Ну, MySQL у вас используется как-то для модель. А для Elasticse у нас вообще нет. Они вообще не связаны. Вообще никаким образом. У нас, то есть, вот максимум, если здесь можно связать Elasticse и MySQL, это получение вот этого ID, один руку, которая и будет сыграть. Это вот максимум, что может быть. Но мы можем ходить вообще где угодно, поэтому, как можно смотреть сюда. О, MySQL и MySQL. Меня тоже еще по этому вопрос интересует. Ну, в вашем случае, наверное, это не имеется. Но интересно, почему именно это поле было выбрано. Потому что я, например, в своей практике его использую периодически, ну, может, не часто, но бывает нужно. Например, когда я делаю ресурс-ссылку, например, на какой-то сторонний сервис, туда можно вписать те же NoFollow, либо TargetBank, когда нужно открыть в новом окне ссылку. То есть, ну, она может использоваться. Может, на товарах это не сильно актуально, но почему нельзя использовать, например, обычное ТВ-поле и через форм-какимиджейшн вывести его просто на эту страницу ниже какого-то поля. ТВ-поле очень просто. ТВ-поле, это по-разному запасскому SQL, естественно, небольшое, да, есть замедление для обучения этой вот… ТВ-Почему лишний запрос за обычный джоин и всё? ТВ-А, ну, лишний джоин нам всё равно замедляет за счёт того, что ещё там металли. ТВ-да, не прописать, но ничего нельзя проверить. ТВ-да, ну, скажем так, мы протестировали на ТВ, протестировали на этом. На этом немножко быстрее. Я просто пойду, что я могу за одну личную секунду заморочиться и изучать. ТВ-А, есть бесплатный или нет процесс? ТВ-Пропертис хранится в виде текста, в виде джейсона, т.е. там ещё нужно обидевривать функцию, чтобы формат нормальный, при лишней операции. ТВ-нет, ну, вообще, хранить можно где угодно, это просто у нас в этой ситуации. Т.е. мы подумали, что на каталоге точно мы не будем так как бы, ну, сто процентов. Т.е. у нас понятное дело, что будет страница каталога открываться только так, как она есть на сайте. Я не знаю, что мы там можем использовать. Т.е. на других ресурсах, которые там связаны, что-то у нас есть ещё новости. А, нет, он у нас на отдельном. Ну, короче, отдельные страницы, на них это, на их бутылке вообще не используется. У нас используется только одна страница каталога. Т.е. мы никому этим не мешаем. Т.е. еще вопросы? Т.е. у вас, как бы, в задании получается пять миллионов товаров, так? Т.е. где его отправить? Т.е. были ли суть там, наверное, 50 тысяч? Т.е. ну, мы ждём, что справится. Т.е. в крайнем случае, ядро поретфактировать, чтобы оно справлялось. Т.е. не сможете джаоскрипт отредактировать, как же дерево рисует. Т.е. как раз-таки из-за этого в админке и тормоза, потому что, когда очень много товаров в дереве, она тормозится за то, что там очень много нонтов рисуется как раз-таки джаоскриптон. Т.е. единственный выход, который я вижу, это скрывать просто из дерева ресурсы и делать их, по принципу, в том же Минишопинге, когда там товары в категории внизу в виде гриды сделаны. Т.е. у нас товаров нигде нет, обожают нас использовать. Обожают только сами каталоги. Т.е. сами товары обожают. У нас ссылка на группу и всё. Т.е. ну, я понимаю, что у вас нет ресурсов товаров. Т.е. вообще у нас не ожидается, что кто-то будет доступ к админке. Т.е. если можно быть честным, у людей есть xml, они за счет него обновляют товары, за счет его грузят. Т.е. то, что у нас на подминке, им вообще по барабану выходит. Т.е. что? Т.е. а новость? Т.е. новость у нас используется отдельный сайт. Т.е. как бы они на... Т.е. они на нудыксе, все нормально. Я джун в последний раз, вот это к 4 носяку мучил. Т.е. он на нудыксе. Т.е. ну просто у нас получается, каталог у нас висит на доминишот. Т.е. на доминишот. Т.е. основной сайта просто не удобно. Т.е. как бы... Т.е. чтобы не разговаривать что-то за сайтом, там вообще не надо это делать. Т.е. у нас есть вот шот. имя сайта. Т.е. вот это вот все. Т.е. просто имя сайта, там есть новости и всякая остальная ерунда. Т.е. редактируйте там, пожалуйста. Т.е. сайта окном все равно мешать не буду. Т.е. все заказы мы, кстати, тоже храним в эластике. Т.е. у нас под это написан отдельный... Ну как бы отдельный админ или бакмотный заказ. Т.е. там такой мисс, какой им хочется. Т.е. как-то тоже опять админ-то отпадает. Т.е. у нас админ-ку, мой слот рассказ, нам еще более хитрофотом спрятан. Т.е. им еще доступ с вами получить. Т.е. как вы организуете? Т.е. кого организуем? Т.е. ч.п.у. Т.е. ч.п.у. Т.е. а, ч.п.у. Т.е. а у нас мне есть входит с ч.п.у. Т.е. дело в том, что как бы... Т.е. я даже не знаю, если нам выполняется ч.п.у. Т.е. что мы будем с этим делать? Т.е. хорошая вопрос. Т.е. подумаем. Т.е. скажите, что-нибудь придумаем сделать. Т.е. как бы еще в данном у нас ч.п.у. не используют. Т.е. у нас айтишники... Т.е. пока не покупают. Т.е. тортовые OISOinas Т.е. 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 объемы идут на миллионы, вам не нужно уже каждую страницу, чтобы она как-то красиво уже ображалась в Google или еще в чем-то. У людей просто есть каталог, они этим каталогом пользуются. Продвигать эти страницы… Но это не только пояс. Нужно решающее? Возможно. Пояс касательно или там… А, на каждой не смысле в Google, чтобы находиться? Да, да, все. Все оптимизации у нас там на главные, на главные каталогы, но на эти товары внутри как бы не распространять. Почему именно так они… То есть как у нас есть люди, которые отвечают за SEO, они сказали, что в этой ситуации SEO не нужно. Компания у нас предлагает, что мы как бы будем сообщать, что у нас есть каталог, там минимум его главный принцип продвигается и все. То, что вы, это не надо. Просто, чтобы уже пришел в каталог. Да, да. А дальше не пришел в каталог, это не довольно короче. Но это на самом деле у вас SEO поддерживает? Да, вроде бы у нас. Честно, я не задаюсь этим вопросом. Я, если честно, даже версткой не занимаюсь. Я знаю, что как и программирование, то есть… я думаю, если серьезно они не знают, что раскручивать в SEO пять миллионов страниц как минимум – это просто голова атака. Нет, специально никто раскручивать не будет, но в таких ситуациях работают по следующему принципу. Я работал тоже с одним большим сайтом недвижимости, там SEO было по принципу для каждого объекта недвижимости, у него там был набор полей каких-то определенных, генерировался просто отдельно title по определенным правилам, то есть какие-то фразы использовались, подставлялись названия объектов и заполнялись опять же ключевые слова, то есть они автоматически подбирались, то есть они не заполнялись вручную, и при этом эта страница карточки товара была отдельно представлена отдельной страницей, и это работало. Когда человек искал, допустим, дом в Германии, в Берлине, в таком травлении, ему вот эти запросы как раз-таки выше-выше показывались, и он попадал. А в чем проблема есть? Проблема в том, что мы не можем создавать под каждый товар ресурс. Ну вообще у нас, у каждого товара есть своя уникальная ссылка, в принципе, за счет того, что мы в ссылку выносим антишники какого товара. То есть, в принципе, теоретически ЧПУ можно виды завать, чтобы мы пока не сдавались этой цели. То есть, я не знаю, какие там товары вообще в итоге будут, но в данном случае, транзисторы, резисторы и прочее. Нет. Вообще-то человек, что они там производят, я точно не знаю. Производят всякие микросхемы, всякое такое там. Честно, даже только мне звалось подробно. У меня есть данные, я их ввожу, я их вывожу. Ну, то есть, я так понимаю, просто товар будет настолько уникальный, да, что его вполне найдется без ЧПУ. Да, в принципе, да, компания, она единственная, кто занимается на моем господи. Ну, короче, это им уникальный товар. Да, сам бизнес, то есть, они работают, скорее всего, не на конечного потребителя, а для дилеров. А дилерам очень важно, вот тоже недавно делал такой сайт, там для дилера важно в поиск купить артикул товара, чтобы посмотреть, если у них наличие либо нет, и какая у них там. По большому счету делать крутые карточки товара там нет смысла. То есть, они заходят, просто ищут, что есть в наличии, и формируют какой-то там пакет заказов. То есть, они не разовые покупки, не классические ингредиенты. Да, покупки примерно от тысячи экземпляров. То есть, не от одного, а от тысячи. То есть, вот Илантик, как Иван сказал, что это, в принципе, только подают большие объемы. Большие объемы, наше понимание, примерно от миллиона. До миллиона можно все хранить в мейсфере, и ничего с ним не станет. А вот этот, который, старый, я показывал, гибкая структура. Да, если бы не спилю, то мы ничего с ним не станем. Ну, вот бывает. То есть, доискратива будет. У нас совсем не станет целью. На дверей. Если бы был быстрый, то, как радиостроение сервера там взялась. Не знаю. Не знаю. Честно, не знаю. Не сдавался с этим вопросом. У нас и системный администратор. Да, у нас, слушай. Ну, компания «Зеленец» была, я сразу поставил, что я только программировал, и все. То есть, по вопросу связанного программирования, мы можем купить почти на любой. Версты и всякая стратегия, потому что, на самом деле, это не обещает любую железу. У меня отвечаю один вопрос. Все-таки непонятно, зачем же здесь используется музыка. Вам, по-моему, было проще написать на чистом ПКП, вот, если вы используете его только для каталога, да? То есть, на другой сайт, на другом домене висит или на всем. То есть, зачем было использовать Windows? В чем был смысл? В Windows удобно расцвать это дерево. Вы его вручную создавали? Я думаю, вы его экспортировали. Да, оно экспортировано, но как бы удобно для отображения. Потом есть... А зачем вам отображение это, если вы, как бы, в админке сами работаете? Да, поясняю, отображение есть на сайте. Каталог, и потом дальше, как бы, у нас отдельно детей. То есть, когда вы будете находиться в таком... Ну, то есть, условно, в таком виде, на сайте мы тоже в таком же виде нам удобно предоставлять. То есть, мы... У нас для вывода каталогов используется банальная бейфиндер. Там, конечно, с небольшими изменениями, но бейфиндер банальный. То есть, нам, чтобы не писать самим этот велосипед, который хранится, группа... То есть, группа ее, там, именно, все, что этот велосипед не писать. Как же у вас уже, как бы, вроде как, хранится в... Была... Там только ровно надо было. А, там только товар. А, там только товар, да. Все люди у нас хранятся плаводы. А, я думала, что у вас и все хранится. Нет. У нас только указатели на... То есть, у нас есть параметры, как к группам, которые хранятся в IT, которые уже показаны один на нас. А это было сложно, как бы, затихнуть туда еще и категории? В принципе, мы как бы... Не знаю. Сразу пили друзей сюда храниться в категории. Я сейчас уже даже не помню, почему. Ну, ладно. То есть... Ну, как бы, вообще можно запретнуть? Ну, там тоже потом берется строить какие-нибудь запросы, которые будут это все доставать по одному. Вы считаете, что это было бы медленнее, чем использовать люди? Ну, если бы приализовали, в итоге, может быть, это было бы не медленнее. То есть, честно, на этот вопрос отвечает, что не надо. Не знаю, как ответить. Возможно, нет, не возможно. Те люди, которые из чата нашего, ждут свои... Когда я только начался про зарплатный сайт, я не помню, как я, наверное, тестировал на 5 миллионов товаров, там описывался людям. С тестом у меня особая больная тема. Я сейчас... Мне сказали тут протестировать. Я вот, может, сейчас приеду домой, и вместо другое начну тестировать, все релизы начинают. Ну, хорошо. Дизайн-дизайн-дизайн-дизайн-дизайн-дизайн-дизайн-дизайн. Да. Мне сейчас придется забросить остальные проекты. и из графика с мороженым. Еще козы? Ага. Вообще, функционалы, как сам, у нас было. Ну, то есть, написание функционала, не станет недели, пока 3. То есть, в метро это больше? Я. Один в программе, не я еду. А вот. Но у нас уже примерно полгода идет наполнячь. А эти данные выдают так медленно. А что вы думаете? Цифры, которые я писал, они примерно два месяца назад, актуальны. До сих пор они новых каталогов, новые товары нам не дали, то есть новые имущества не загрузили. То есть они там, как я знаю, вручную какую-то вазу в Сибу заберут, ее переписывают, еще куда-то. Потом данное все конвертируется, выводится, и там их лучше, но совсем не лезут. Мне главное, чтобы подвали по XML, который мне может парсировать. Касаемо Парсингер, есть варианты, если будет вариант с ЦСВ, то ЦСВ довольно быстрее партируется, чем в XML. Там тоже, как вы говорили с тестами, у нас тоже на 5 миллионов, чтобы они 15 минут приходят. При общее время запуска – полчаса. А есть какие-нибудь специализированные предприятия? Почему? Администрирование мне как-то слабо, на облаке я его смогу поднять и не упасть? Нет? Честно, не знаю. Я точно знаю, что ему нужно явно, и то, что ему нужно как гигабайт оперативки. Это то, что я могу больше сказать. Честно, вот технический подробно всегда не вдавался. У нас есть системный администратор, который следит за нагрузкой, если нагрузки мало, он только что здесь добавляет. Вот в это я, ну, чисто не вдавался. Но знаю то, что шарик просит в точный гипр. В точный гляж. Да, ну, нет. Всего же положить в Шарик Хостин, в ЛАСС. Нет, всего же положить в Шарик Хостин, в ЛАСС. Заблеивать в ЛАСС 5, и кладется без проблем в Шарик Хостин. Заблеивать в ЛАСС 5. Ну, у меня точно не было. А почему именно дела, это не такая база на ВАСС-5? Или тоже, например, в ЛАСС? Было очень просто. Пишу я Иван. Говорю, что Иван... Короче, у меня такой... Вот эта история длинная. Иван есть такой губансер с почти не имеющим отношением. Говорит, что может он использует Рейдис, МАН и т.д. Я посмотрел Рейдис, как-то он не подошел. Скультура там немножко не та. Есть еще один у меня знакомый. Я пишу ему, что попробуй лазить. Хлебая вещь, попробуй. Легко запросы, все это легко. Дает ссылку на этот сайт, который там писал. Ссылку на этот сайт. Там я захожу в НОА. Ставлю себя на локалке без проблем. Сам своими силами удивлен. У меня с системой комиссии нет вообще больной темы. Но я его ставлю. Я начинаю писать запросы, он мне их возвращает. Я в данном мне тоже все правильно делаю. Ну и как сейчас на низ на эластиксе. То есть, МАН, если попавлю, МАН, ВДПР, как он там, я вообще не помню. Если мы его попробуем, у меня тоже так же легко получилось. Мы, может быть, все на нем бы остановились. Но в данной ситуации такой вот. Тоже такая вещь. Имеет право нажать. Имеет право за пустом ничто. А если планы более глубокоить, где бегать? Может уже есть игра Баттсдана. Ищите для него, не могут. Да, но по секламу. Если мы играем Баттсдана. Если она не сброшу, для себя. Может уже для себя. А в играх Баттсдан. И при этом играть, когда божеус, standout, и не разберевать, а в других. И вы играет, когда вы ушли. Дело в том, что если уже углубляться, не писать самому запросы, а именно в DDoTools, можно поставить есть дополнитель для PHP, который написан для обработчиком самим. И, короче, этот обработчик, который уже готовый написан, его можно использовать. Зачем его интервью, если уже нет, готово, то пробуйте. Нет в этом большого смысла. В принципе, это достаточно научиться формировать запросы, а уже получится, ну, легко. Я думаю, многие уже не один раз писали, каким-то образом передавали массив, чат, чтобы он вернул, ну, чтобы сформировать вещат, как нашего, то, что нам надо. А до того, чтобы до этого массива достаточно выполнен заднос. То есть на этом сайте, то есть на этом сайте, как можно назвать, мануал, инструкции, там примеров куча, там примеры, какие типы данных бывают, еще, то есть, я условно пять обозначил, об этом еще больше не расширять. Там есть даже геокординаты, как я помню. Короче, много, то есть, как с этим работать, как выбирать эти все данные. На каждый из вопрос есть пример. То есть, как бы, в принципе, без проблем. А также, как бы, одно главное сказать. Тут еще и слово search, то есть, поиск. Вообще, в принципе, это, поисковое. Оно очень подходит. Если есть какой-либо текст, то кто-то текст разбирает. По-моему, даже фонетику русскому может понимать. Но, честно, еще не достигается, потому что фонетику тоже. Вот, например, локализация уже там есть. И как бы решать проблемы с русской фонетикой поиска. Если у нас нужно искать товары, например, написано транзистор. А у нас есть просто транзистор. Он найдет и просто транзистор. То есть, он запьет на PIN сам и выберет. Или там еще другие модификации. Ну, в этом как должен. Мы, честно, не десировали это сейчас. А после называется? Нет. Вообще, в принципе, разработка какого-то сайта позволяет купить только машину, чтобы она начинает завалить в кофе. То есть, в принципе, он почти с этим позволяет. Ну, тоже через костыль. Ну, как-то да. В принципе, ничего костыльного не вижу в том, что мы просто выполняем запросы. То есть, для SQL у нас тоже это запросы. Здесь тоже запросы. SQL означает объект или массив. Это тоже можно, в принципе, сделать объект или массив. Там в джессонном ходу он возвращает объект. Если не ставят, питают руку. То есть, ну, не надо отвечать, потому что он должен делать массив. Ну, мне просто удобнее работать с массивом. Поэтому я не знаю, как это глядит. У меня это проблема. Все, я имею в виду еще вопросов. Спасибо. 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 Спасибо.